Володя устроился дальнобойщиком сразу после того, как его отчислили из института. Повезло, что были права всех категорий. После отчисления из института жизнь вообще как-то перевернулась. Родители финансирование прекратили, жена сразу на развод подала, забрала сына и через суд добилась, чтобы им видеться запретили. Так что дальние рейсы через всю страну просто спасли Володю от одиночества и необдуманных поступков, ну и плюс на жилье экономия. Кабина родного Камаза теперь для него стала домом. Вот так может перевернуться жизнь человека просто из-за не сданного экзамена по предмету, который в принципе ни в жизни, ни в работе никому никогда не пригождался. Однако это был не последний сюрприз, который Володе приготовила судьба на жизненном пути. Ехал он по трассе, ничего не подозревая, и вдруг пробка, прямо как в городе. Ну что за чудеса? Может, авария? А вдруг помощь нужна? Володя на всякий случай остановился на обочине и пошел посмотреть. А там такая картина. На трассе сидят три медведя и не дают проехать автомобилем. Тут Володя понял, что он единственный, кто вообще оказался один на один с таким свирепым хищником. Умные люди по машинам сидят. Ну, а он же дальнобойщик, ему же больше всех надо. Володька в принципе был не из робких. Один на один он бы и против медведя пошел, но тут их трое. Невольно парень начал озираться и искать пути отхода. Медведь, если побежит, то Володя ни за что на свете не успеет до своей машины добежать, а там еще дверь открыть надо. Смотрит парень, а люди в машинах ему на медведей показывают, руками машут. Он присмотрелся, а у одного в пасти младенец. Володя чуть сознание не потерял. Как раз таким в последний раз он своего сынишку видел. Непонятно было, что медведь с ребенком делает. То положит, то в пасть возьмет. И где он раздобыл его посреди тайги? Тут Володя сам рассверепел, и кинулся прямо на хищников. От поведения парня струхнули сразу три медведя. Подскочили и побежали в тайгу, откуда и пришли. Ребеночка с собой забрали. Володька в ярости за ними. Он только тут и понял, что медведи не испугались его, а ведут к тому месту, где ребенка взяли. Прямо в лесу лежала девушка. Она была без сознания. По одежде было ясно, что девушка из мест лишения свободы. Ну, явно она беглая, подумал Володя. Если освобождаются, то робу оставляют там же. Примета плохая, что-то собой из тюрьмы выносить, да и женщина все-таки. Медведи ходят вокруг, облизывают ее, а никак в чувство привезти не могут. Тут Володя все понял. Медведи не съесть ребенка пытались, они пытались таким образом людей привлечь, на помощь позвать. Видимо, девушка родила в лесу. Наверное, избежала для того, чтобы ребенка не в тюрьме родить. Кому потом с такой судьбой жить захочется? С детства клеймо. Ребенок должен на свободе родиться, а роды бедолагу застали в пути. А тут медведи нашли ее. Вот ведь, как бывает, люди не помогают, а звери дикие на помощь приходят. Володя принялся девушку в чувство приводить. Медведи поняли, что добились своего, оставили младенца и удалились. Девушка медленно, но пришла в себя. Огляделась, испугалась сначала, но Володя ее успокоил. Они вместе осмотрели малыша. На удивление, на нем ни царапинки не было. Вот еще одно чудо природы. Медведь, грубое дикое животное, обращался с малышом лучше, чем некоторые акушерки. Уже об этом Володя знал не понаслышке, у него была младшая сестра, инвалид с детства, по вине неправильных родов. Так в справке было и написано. А на деле пьяная акушерка просто уронила ребенка на пол. Вот вам и платный роддом. Как оказалось, девушку звали Катя, и она действительно сбежала из колонии. Только в обморок она упала не от родов, а от страха, когда на ее крики из тайги вышли три медведя. Она же не знала, что они ее ангелохранители и спасут ее и малыша, да еще и такого парня хорошего приведут. Короче говоря, прямо тут они и решили, что назовут мальчика Михаил в честь всех трех спасителей. Володя помог Кате добраться до своего КамАЗа. Пробки на дороге не было, машины разъехались, как только медведи ушли с дороги. Трасса была уже совершенно пустая, так что их никто не видел. Катя и Миша колесили с Володей по стороне в его кабине. Конечно, у молодых людей вспыхнули чувства. И что было делать? Катя была беглая, Володя не мог ее сдать, потому что любил. Когда вернулись к месту прописки, Володя пошел к начальнику автоколонны. Надо было посоветоваться, что с Катей делать. Тот для Володи был словно отец родной. А когда вернулся в машину, все само решилось. На сиденье он нашел записку позаботиться о Мишеньке. Катя сама сдалась. Она видела, как Володя относится к ее сыну и знала, что оставляет его в надежных руках. За то, что пришла с повинной, за побег ей много не добавили. И вскоре Катя вышла на свободу уже по-настоящему, официально, как честный человек. Она знала, куда идет. В отличие от многих, ей было куда возвращаться. Дома в деревне ее ждали муж и сын. Когда Катя пропала, Володя разыскал ее в колонии. Они расписались прямо там. Мишеньку Володя усыновил. Работу ему пришлось оставить. Теперь незачем было на полгода выпадать из жизни. Его жизнь только начиналась. Володя с ребенком переехал в деревню к Катиной бабушке. Та так и не догадалась, что Мишка не Володин сын. О чем на самом деле Володя и не спрашивал. У него самого жизнь была разделена на «да» и «после». Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.